Площадь Советская – центр не только района и транспортных маршрутов, но и теплотрассы. Она здесь была построена в 1984 году. 36 лет работала без ремонта. И вот спустя столько времени началась реконструкция. Меняют все. Ремонт будет вестись в три этапа в связи с необходимостью ограничения движения транспорта. Сейчас на объекте завершена прокладка труб, монтируются лотки перекрытий. Проверить ход работ на площадь Советскую приехали министр энергетики ЖКХ Андрей Чертков и исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Советский район выбран не случайно. Именно по нему в прошлом году было максимальное количество жалоб жителей в связи с тем, что часто случались аварии на магистральных сетях, и люди оставались без теплого горячего водоснабжения. Мы постарались и сделали это, синхронизировали работы подрядчика по замене теплосетей и работы по благоустройству, чтобы не было. Так как бывало раньше, сначала делаем благоустройство, потом меняем теплосеть и нарушаем благоустройство. А это уже улица Головнина. Здесь уже на двух участках завершили монтаж трубопроводов протяженностью 1200 погонных метров. Сейчас ведется работа по засыпке канала и заливке неподвижной опоры. Главная особенность капитальной реконструкции – проводить ремонт без отключения отопления. В регионе в целом намечается тенденция по снижению сроков отключения горячей воды из-за профилактических работ. Графики сегодня теплоэнерго выдерживает. Намного быстрее работы ведутся, чем в прошлом году. Самое главное, что мы хотели достичь – эти работы ведутся без отключения горячей воды. Где-то это не понадобилось, где-то мы сделали обводные трубы для того, чтобы люди всегда были с горячей водой. Вся ремонтная кампания теплоэнерго на 2020 год, включая капремонт, инвестиционную программу и текущий ремонт, охватит больше 250 участков тепловых сетей города. Плановые работы в июне ведутся без ограничения подачи горячего водоснабжения. Необходимость замены назрела. У нас этот участок был включен в прошлом году в программу капитального ремонта. Сейчас подрядчики выполняют работу в графике. Мы видим, что действительно работа ведется достаточным количеством персонала. Всего на всех участках данной третьей очереди работают 50 человек. Ремонт теплосети на улице Головнина планируют завершить 31 августа. Эта теплотрасса обеспечивает теплоснабжение 461 объекта, среди которых 298 жилых домов, 11 детских садов, 7 школ, поликлиника, а также учреждения культуры и спорта. Артемий Катков и Виталий Кудрявцев. Время новостей.